Ну вот, значит, мы имеем некую ситуацию, которую мы определили как бытие. Эта ситуация, я напомню, выглядит так. Форма сознаёт себя формой предметов. Соотносится, синоним, соотносится с собой как с формой предмета. Ещё один синоним получается. Форма с предметом соотносится как с собой. Или в предмете, правильнее сказать, лучше, красивее сказать, в предмете соотносится с собой. Всё это вот один ряд. Если форма сознаёт себя как форму предмета, то тем самым, или это вообще одно и то же, форма в предмете соотносится с собой. Мы называем это бытие. Я наставил в прошлый раз, что никакого, собственно, другого смысла это слово не несёт. Форма в предмете соотносится с собой. Эту мысль впервые высказал Парменид. И Парменид же впервые ввёл философию слова бытия. Гигель говорит, что сознание полагает предмет. Я думаю, что ответ на тот вопрос, о котором вы говорили, что такое форма, это сознание, мысль. Я думаю, предполагается именно такой ответ. Непривычное слово – форма. Парменид говорит, что сознание полагает предмет. В предмете сознание соотносится с собой. Парменид выражает так. Мысль и то, о чём мысль, одно и то же. То же самое утверждаю я. Говорит и Гигель, когда говорит, что сознание в предмете соотносится с собой. Тем самым преодолевается дуализм. Ни у Парменида, ни у Гигель, я всё хвастался, что я придумал, наконец, манизм. Трудно спорить, что здесь, когда сознание полагает предмет, сознание в предмете соотносится с собой. Трудно спорить, что это, конечно, манизм. Именно манизм имманентный. Имманентный сознание. Сознание полагает свой предмет. Никакого дуализма нет. А всё почему? Потому что предмет получает смысл бытия. Предмет получает смысл бытия. У вас, к сожалению, он не только полагается. Но у вас предмет же он ещё и становится формой. То есть форма неподвижна, а предмет не становится. Именно становление предмета и даёт для вас, в отличие от Гегеля и Платона, определённую геолистическую установку. Ведь предмет у него не становится в какой-то форме, а он есть. То есть предмет иное, а у них-то предмет иное. То есть мысль и мысль, мысль и одно и то же. Это означает, что предмет стоит у него. Да. Ну вот, давайте это и обсуждать. Потому что до сих пор мы не касались. Я даже хорошо помню, что ровно год назад, как раз где-то в ноябре мы закончили занятие в прошлом году, мы больше не собирались. Как раз на логике Гегеля мы и заперлись. Саша спросил, ну ладно, феминология там понятна, там всё-таки предмет есть нечто иное, а не только имманентное сознание, то действительно разница очевидна между нашими построениями и феноменологическим, гегелевским. Но в логике-то я на это вопрос не ответил, вот сейчас я, по крайней мере, готов это обсуждать. И так утверждается, что мысль и то, о чём мысль, одно и то же. Этим нельзя говорить, что тем самым предмет просто как бы порождён сознанием из ничего. Это не так. Потому что по-прежнему... Почему не так? Или, по крайней мере, не очевидно, что так. Потому что по-прежнему сознание имеет смысл форм. Сознание по-прежнему имеет смысл форм. А не просто рождение из ничего чего-то. А почему? Ну вот, пожалуйста, по-прежнему, он обходится без формы гигель в этой новой логике. Обходится без формы, кажется, так? Ну, если Канта с Фихтой, у них есть форма, но в том, что касается бытия, бытие как бы с формой разнесено, то есть форма, это оплеванная форма пространства, внешнее чувство. А бытие от неё отлично разнесено. Он говорит, вот есть восприятие, есть мышление. Мышление работает с бытием, а восприятие с конкретной определённостью вещей. И они разнесены у Канта с Фихтой. Так казалось бы. Поэтому непонятно, почему Парменид говорит, по крайней мере, о форме, в которой мог бы стать предмет. Нет, если он действительно говорит о форме, то это форма другая. Это форма данности или форма отношения с самим собой. Да, форма отношения с самим собой. То есть для него каким-то образом сознание понимает, что перед ним есть не только предмет, но ещё мыслить и быть одной и той же. Это одно и то же. Это тоже событие мышления. Известный, конечно. Нет, здесь известно, но проблема совсем не Парменида, а просто в чём смысл. Революция эта в том, что он эту картину не то, что погружён в предмет. Ты погружён в предмет, если ты являешься формой, но твоя деятельность по форме не может проходить у тебя за спиной, ты не можешь не давать себе отчёт. Но всякий раз, говорит Парменид, мы понимаем, что мы относимся с самим собой. То есть мысль у нас получается непростая мысль как таковая, запутая в определённом предмете, связанная с ней. Но мысль эта положена для себя. Тогда мы можем говорить о том, что мышление, то есть знание и знание, о чём это знание, это одно и то же. Да, но моя интерпретация, я не знаю, как она подтверждается с каким-то точным текстологическим анализом. Интерпретация состоит в том, что форма сознаёт себя формой предмета. Это, как я вот уже сегодня заявил пару раз, это то же самое, что сказать. Сознание в предмете соотносится с собой. Как видите, исходным для понимания, для меня, вот в том, в том случае я проговариваю, является, что форма сознаёт себя формой предмета или сознание сознаёт себя формой предмета. Сознание является формой, но когда сознание сознаёт себя формой предмета, то перед ним, то это значит, что мыслить и быть одно и то же. Когда появляется этот феномен, мыслить и быть одно и то же. То есть я беру со стороны самосознание флот. Понимаю этот вопрос, иначе кому понимать мне не удается. Это вовсе не значит, следовательно, что предмет порождён. Можно сказать просто, что в предмете сознание противостоит себе. Ну вот, что это значит? В предмете сознание противополагает себе себя в виде предмета. Я объясняю это. Да, да. Мыслить и быть одно и то же. То есть мысль и то, о чём мысль, в этом смысле. Скажем, не в Декартовом, а вот в этом смысле. Мыслить и то, о чём мысль, одно и то же. Но при этом понимаем, но только можно пользоваться по каждому для себя. Отсюда философия начинается. Да. Вот когда сознание сознаёт себя в форме предмета, это и значит, что предмет для него... что предмет и сознание соотносятся с собой. Через понимание того, что оно сознание – форма предмета. Его, может быть, предмет не порождается, а по-прежнему оформляется. И сознание этого оформления даёт нам вот эту ситуацию, мыслить и быть, одно и то же. Мыслить и то, о чём мысль, одно и то же. Продникает ситуация имманентности, которая не есть в то же время порождения из ничего. о предмете мы знаем только то, что он предмет. То есть, то самое предмет, как предмет. То, что мы обсуждали в прошлый раз, так сказать, в моём построении. Или предмет предстоит в качестве собственного содержания. И содержание, как содержание. Именно в предмете, как предмете, то есть предмете, о котором мы знаем только то, что он есть и всё. Или иначе, что он предмет. Или он содержание, не знаем, какое. Но он содержание. Именно в такого рода предмете сознание соотносится с собой. А как возникает такого рода предмет? Он возникает так, когда сознание сознаёт себя в форме предмета. Таким самым предмет получает значение, определение простого бытия. Разве у Гегеля не так? А я Гегеля и излагаю. Сейчас я излагаю Гегеля. Только Гегеля. И у Парменида так. Поэтому сказать, что Парменида и Гегеля обходятся без формы, ну вот никуда. Никакие ворота. Как раз на форму они опираются. Ещё раз, когда сознание сознаёт себя в форме предмета, предмет получает определённость бытия, и сознание в этом предмете соотносится с собой. Или, как предпочитает выражаться Гегель, сознание полагает предмет. Полагает свой предмет. В качестве бытия. В качестве предмета. Или в качестве простого содержания. С одной стороны, вот у Парменидрины мысли, мысли то, о чём это мысли. То есть всякий раз, когда мы имеем дело таким образом с сознанием, наше зрение, оно закреплено на этом предмете. То есть всё, что мы имеем, это тождество между мыслью и, собственно, предметом. Опять мыслью, тождество предметом. У нас предмет меняется, а тождество знания и предмета остаётся. Вот это и есть бытие. Здесь вот при такой интерпретации понятия формы не нужно. Зато есть замечательный Парменидовский тензис. Бытие есть, потому что только бытие есть, а небытия нет. А я не понял, почему формы от них не нужны? Потому что всякий раз у нас есть знание, это всегда знание предмета. Знание всегда знание о чём-то. Таким образом, с точки зрения рефлексии, мы всегда имеем отношение непосредственности между знанием и предметом. Предмет меняется, знание всё так же относится к предмету. Предмет опять меняется, знание опять относится к предмету. Поэтому настоящая деятельность мысли, то есть философия, она состоит в том, что у нас есть одно только сплошное бытие. Бытие есть, не бытие вовсе нет. Вот Парменид. Здесь немножко другое бытие. Здесь бытие вследствие того, что формы соотносится с собой. Ну, я хочу сказать, что такая интерпретация Парменида, она естественна, и она не требует понятия формы. Игорь, вот что я могу тут сказать. Когда вы говорите, что знание и знание учёта, мышление и смышление чего-то, то сам по себе этот тезис всего лишь выражает интенциональность. Интенциональность, положенную для себя. То есть, когда сознание воспринимает себя в качестве одной из сторон этого самого отношения. Иначе бы оно не могло его констатировать. А интенциональность, положенная для себя. Да. Опять же, что это значит? Да, именно так. Потому что, если мы берём простую интенциональность, то тогда предмет, о чём наше знание, будет определённым предметом, будет красным. Да. И тогда действительно, попробуйте это сделать для себя. Вот попробуйте. Если начинать с интенционалити, как делают более новые философы, у нас изначально картина для себя, изначально всё, что надо было, картина интенциональности для себя, то тогда мы действительно будем иметь одно сплошное бытие, которое сплошное. Мы всё время находимся в центре, то есть быть решим. Ну так вот, подойдите, вот давайте здесь упрёмся, потому что нам надо как-то договориться. Я говорю, что такую интенциональность, простую, как бы понятную интенциональность знания о чём-то, причём о чём-то определённом, такую интенциональность вы для себя не сделаете. Или мы должны будем вернуться к вопросу о том, что в простой интенциональности сознание не знает себя в форме предмета, а в интенциональности для себя сознание знает себя в форме предмета. Но тогда предмет получает значение бытия. Когда сознание, зная себя формой предмета, то предмет получает значение бытия у Гегеля. А так просто предмет интернациональности, то, что направлено, то, на что направлено предмет, то никогда жизнь не получит значение. Если у нас действительно есть значение, что принадлежит сознанию, это констатация отношения себя и предмета. Констатация. То есть идет констатация непосредственности, то есть захваченности. Таким образом, мне казалось бы, что это и есть способ мышления бытия. Все, что мы знаем, это и есть бытие, 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 бытие. Никакой определенности. Бытие, бытие, бытие. Ну, просто берем вот эту самую штуку. У нас все время предмет тождественное знание, знание – торжественное предмет, то предмет – торжественное знание. И вот это бытие, 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 бытие. Без всякой формы. Наоборот, здесь не констатация захваченности, а наоборот, констатация своего тождества. Это тождество положено для себя. Одна из сторон мы полагаем перед собой. Но полагаем и имеем только бытие. Все. Бытие, бытие, бытие. Без понятия формы обходится. Ну, просто упорминисты – это и есть то жество бытие и мышление. Это я говорил о том, что мышление – это эта же форма. Но дело же не в том, что мышление… Сам это квадрат… Откуда это взято? Из какого места сказано? Сказано. У него определенность появляется только в тех местах, когда появляются двухголовые люди. То есть есть пути истины и пути мнения. Поскольку пути истины прикомстает пути мнения, то значит, он есть что-то недействительное. Не пути, а пути. Да, извините. Я поймал, что я так сказал. Я поймал, что я сказал неправильно. Все нормально. Я тоже подумал, легко поймать, как неправильно. Мне тоже пять человек думал, как же правильно. Мне кажется, вопрос терминологический. Если есть то же событие мышления, значит разговор идет о форме. Можно форме не говорить, может быть просто мышление. Это же просто разговор как бы терминологический. Если бы не было этого тезиса применитого, тогда бы Игорь был прав. Но он у него есть. То же событие мышления тезис у него есть. И значит, вот те формы у него есть. У него все-таки отличается, значит, пути и мышление. В смысле, что потом его отождесят. Почему у Проминения нет формы? Если бы была форма, всегда была бы отсылка формы определенности. То есть всегда при этом деле прилагался бы какой-нибудь. У него же много сущих-то разных. Красный, еще какой-то. У него же это все сплачивает. У него же много сущих. А к нему ничего не прилагается. К нему мышлению прилагается только бытие. Ничего более. Не, но бытие у него это итог. А так у него сущих-то много, а оно все сплачивает. Мне казалось так, что прилагается только одно бытие. Вот в чем предел. Потому что более нового философа, как вы правильно замечаете, у них действительно к мышлению прилагается всегда предмет. Красный или еще какой-то там. Он прилагается. А здесь ничего не прилагается. То, что если нам появилось, что что-то прилагается, ахиллеса или черепаха или что-либо еще прилагается, то это сразу же путь мнения. Просто путь истинно невозможно высказать. Это не иначе, как отрицать, а подминать. Другого способа высказать его. Ну, это способ говорить. Это нам правильно совершенно. Саймон Грэйди... Саймон Грэйди, то есть пользователю под ником Саймон Грэйди, правильно говорить, что тезис про Менида высказать нельзя. Потому что нельзя высказать не бытие. Я в комментариях опять. Читаем комментарии. Да. Поэтому высказать его можно только как отрицание. В бытие же можно только мыслить. Нельзя его ни глазами увидеть, ни пощупать и так далее. Правильно? Он может только мыслить. Судудивое мышление обязательный элемент философии. А если есть мышление, то есть тоже с бытие и мышление. Значит, это то, что Олег Михайлович говорит. Это просто законный способ для регуляции. Мышление – это форма, и все как бы работает. Если бы он действительно высказывал, что бытие есть и все, тогда бы была бы такая философия, что форма была бы не нужна. Но он же не так высказывает. Да вот так и высказывает. Нет, он не так высказывает. У него есть мышление, которое ему высказывает тоже с бытие и мышление. Почему ему нужно мышление? Потому что бытие невозможно глазами увидеть, руками пощупать, услышать ушами. Можно только помыслить его. Ты говоришь слово бытие, а что это такое? Так и высказывают. Даже если есть мышление, это не означает, что нужна форма. Если есть мышление, то возникает весь разговор. Потому что опять возвращаемся к построению фихты. У фихты разнесена форма, которая является формой пространственности вещи, и собственно мышление. Мышление имеет дело с бытием. Там, где есть сфера бытия, есть сфера мышления. Но там нет формы уже. Форма вынесена за скобки. У Канта два вида форм. Первая форма – это пространственное время, это чувственные виды формы. Вторая – это понятие. Все, что связано с мышлением. Все, что связано с мышлением, это форма у Канта. А фихты – ученик Канта. И у него все естественно. Все понятия и все. Игорь, вот что хотел сказать. Ну, у Парменида в самом деле как бы сказано. «Мария полюбила Хуанна, полюбила и все». Вот здесь такая же история. Просто сказано, что мыслить и быть – одно и то же. Мысль и то, о чем мысль – одно и то же. Прекрасно. Как понимает это Гегель? Гегель это понимает. У Гегеля уже как бы не просто, так сказать, полюбила. А есть разъяснение. Гегель понимает это так. Что мыслить и быть – одно и то же – это означает, что мышление полагает свой предмет. То есть прямо противоположное, как я понимаю, тому, что, как вы понимаете, Парменида. Ну, как бы и Бога ради. Ну, вот вы понимаете так, в смысле интенциональности, что вот предмет открывается, и первое, что нам, так сказать, открывается в эту щелку свет некий, проникает, он нас слепит, и мы действительно видим только свет как свет. Вот. Но Гегель определенно это понимает иначе. И мы сейчас обсуждаем именно вот как бы Гегельский смысл Парменидовской фразы. Гегель еще раз понимает это так. Мыслить и быть означает, что мышление полагает свой предмет. То есть скорее наоборот. Не предмет как бы целиком захватывает мышление, которое, в самом деле, ничего не может сказать в таком случае. Даже слово «бытие» здесь было бы как бы непроизносимо. Интенциональность понят это, кстати, в каком-то абсолютном смысле. Если существует только предмет, то нам сказать по этому поводу нечего. А Гегель понимает так, что сознание полагает свой предмет, и в этом смысле в предмете соотносится с собой, и в этом смысле действительно сознание и предмет одно и то же. Мыслить и быть одно и то же. Это мы сейчас и обсуждаем. Так что, как бы вы ни были правы в понимании Парменида, мы это оставим в стороне, на прямой спорте. Мы будем говорить о гегельском понимании, поскольку меня лучше все слышно, то я прошу обсуждать именно этот смысл, который тоже, разумеется, подходит к тексту. Тех не убивает. Итак, мыслить и быть одно и то же означает, что сознание сознаёт себя формой предмета, тем самым сознание в предмете соотносится с собой. или сознание полагает свой предмет, но в качестве простого предмета, предметности, предмета как предмет, или содержания как содержание. полагает свой предмет как нечто такое, о чём известно только одно – что он есть. И это уже произносимо, потому что именно сознание полагает его таким образом. Тем самым, вот, действительно, всякий дуализм исчезает. На мой взгляд, тут спорит трудно. Дуализма здесь нет. Впервые философии. Дуализма здесь нет. У Парменида и у Гегеля почему-то Парменид не имел последствий. Я не вижу в этом, разумеется, смысле. Я не вижу никаких последствий от Парменида, хотя его там зовут нашим отцом, отцом всех философов и прочее. Ну, вот, кроме этих китайских поклонов, вот, не видно, куда делать это бытие потом. У Платона, у Ристокера, у Канта, у Фихта. Куда оно делать? Но у Гегеля оно вот возвращается во всем своем, во всей своей полноте. Что здесь? Если сознание осознает себя в форме предмета, или полагает свой предмет как предмет, как то, что есть, и более сказать нечего, то, если так, то здесь, конечно, исчезает исчезает дуалит. Возникает и монетная ситуация. Предмет, конечно, не то же самое, что сознание. Он не создан из ничего. Опять-таки, почему? Потому что это творчество в сознании предмета достигается через понимание сознанием себя как формы предмета. Все, я десятое раз сейчас повторю, и, кажется, уже больше не буду. Что сознание осознает себя в форме предмета, и тем самым сознание в предмете соотносится с собой. Тем самым. То есть сказать, что создано содержание нельзя. Можно сказать только так. Предмет положен как содержание. То есть как нечто существующее. Как просто содержание и как просто предмет. то есть в основе лежит все-таки вот этот вот факт. Сознание сознает себя в форме предмета, из которой мы вытягиваем, и даже, что остальные просто синонимы, вытягиваем все вот это, весь монизм. Мне думается, что если мы начинаем вот с этого обстоятельства, что сознание сознает себя в форме предмета, или форма сознает себя в форме предмета, то форма должна быть определенной. Ну, а какую еще может быть форма, слушайте? Сознание сознает себя в форме... Гегель с этого... Мы не с этого начинаем, мы где-то раньше начинаем. Ну, сейчас не будем о себе. Надо хоть как-то договориться о Гегеле, чтобы потом как-то сравнивать. Если сознание сознает себя в форме предмета, то этим самым предполагается, что форма является определенной формой. Да, феноменологии это очевидно. Как ведь в феноменологии? Это ведь тоже интересно, как у Гегеля эти два варианта развиваются. В феноменологии что происходит? Мысль сознает чувство как форму предмета. Мысль сознает чувство, то есть в феноменологии эти две формы существуют. В феноменологии мысль, мыслящая форма, как я предлагал это называть, но неважно. Мысль сознает себя как... осознает чувство, чувственную форму как форму предмета, и тем самым предмет получает значение бытия, оставаясь чувственным предметом. Предмет получает значение бытия, оставаясь чувственным предметом, оставаясь ночью. А ночью, говорит Гегель, может сказать только одно сначала, что она просто есть, больше нам высказать нечего. Мы даже не можем сказать, что она ночью. Почему форма тогда определенная? Если нельзя ничего сказать, значит и форма такая пустая? Пустая, определенная, но другому не мешает. Вы что имеете в виду? Определенная форма это что? Ну, либо круг, либо квадрат. А почему не просто форма? Форма так же абстрактна, как и то, что она высказывает для детей. Такая же ситуация, как у нас. Такая же пустая абстрактная форма. Она еще и не круг, она и ничего. Я что говорю? Я говорю, что мне вот так мерещится. Если мы начинаем с утверждения, что форма сознает себя формой предмета, и дальше мы начинаем продолжать, и тем самым предмету придает значение бытия, тем самым предметы соотносятся с собой. Но первая фраза, которую необходимо произнести, на мой взгляд, что форма сознает себя формой предмета. И это делает понятны все остальные фразы. Тем самым предмету придает смысл бытия, что предмет соотносится к предмете с собой, что полагает предмет все эти слова, сознание полагает предмет, что это значит в конце концов. Так вот ничего, берет и полагает, вынуло как зайца из шляпы и положило. Это означает, говорю я, что сознание сознает себя формой предмет. И отсюда понятно, что значит эта смешная фраза. Сознание полагает свой предмет. То есть преодоление дуализма. Так вот, если мы начинаем с этой фразы, сознание полагает, осознает себя формой предмета, то не думается, что это возможно ведь при условии, при том условии, что форма является определенной формой. Иначе сознать себя формой предмета, это фраза, которую я начинаю. Все рассуждение. Все рассуждение. Негеревское рассуждение. Так вот я его начинаю. Так я его понимаю. Что надо начинать с этой фразы. Чтобы его понимать. Может быть, потому что предмет определенный, поэтому форма определенная. Предмет определенный, но даже чувственная. И поскольку форма... В феноменологии, да. Но в логике тоже. Это не зависит в данном случае от того, какой предмет. Я бы дальше хотел просто показать некоторую разницу с феноменологией и логикой. Но сейчас тут не надо. На это обращать внимание. Форма определенная, потому что предмет определенный. И форма себя видит в предмете. Ну предмет определенный была. Что значит форма определенная, потому что предмет определенный. Ну мы же как бы знаем. Ну, мы начинаем с Аристотеля. Что есть смешение. Смешение. Есть определенная форма. Определенная в том единственном смысле слова, что она либо круг, либо квадрат. Вот благодаря тому, что форма определенная... Ну мы на философии, на сути, на сути, на сути, на сути, на сути, на сути феноменологии. Или предмет определенный? Нет, 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 нет. Разумеется, разумеется. Предмет может определенный только потому, что форма определенная. Мы сейчас обсуждаем ситуацию, как сознание... Что надо понимать, когда мы говорим, что сознание полагает свой предмет. Потому что, что это означает у Аристотеля, мы понимаем. Предмет становится определенным. Тоже можно сказать, что сознание полагает свой предмет. Предмет становится определенным. Красное делается красным. Прекрасно. Это мы знаем. Это мы уже выстрадали, как бы, проживали. Полагаю, что это... Это понятно. Но здесь никак нельзя сказать, что сознание полагает свой предмет в гегеревском смысле. Потому что у Аристотеля безусловный дуализм. А у Гегера очевидный манизм, эманентность. У Аристотеля безусловный дуализм, потому что красное сознание, конечно, как красное, не породит никогда в жизни. Оно лишь отдает условия для того, чтобы красное делалось красным. А красное красным было изначально. И сознание тут вообще ни при чем в том, что красное – это красное. Потому что красное переходит из возможности в действительность, да. Благодаря чему? Благодаря определенности формы. Благодаря тому, что форма – круг, шар. Тогда возникает красный шар. И красное делается красным, так сказать, в форме шара. А иначе оно никогда бы не сделалось. Красным так бы и осталось красным где-то там. Вот это мы все как бы говорили-говорили. Можно еще раз поговорить, я не против. Но, в принципе, вот о чем-то мы договорились. Но в позиции Аристотеля мы не усмотрели имманентно. По той, повторяю, причине, что красное, как красное, сознанием, конечно же, не измысливается. А Гегель делает следующий ход. Когда сознание осознает себя формой предмета, то предмет получает значение бытия. И вот в предмете как бытии сознание соотносится с собой. Вот в предмете как красным сознание не соотносится с собой. Вот никак. Это ясно. В предмете как красным сознание с собой не соотносится. Оно так и соотносится с собой как формой, с шаром. А с красным – нет. Мы этот ход не можем сделать на почве Аристотеля. Сказать, что сознание в предмете соотносится с собой. Нет. А вот Гегеля можем. Почему? Я не скажу, что у меня тут всё прозрачно ясно. Я просто с самого начала сказал, что теперь я готов обсудить ситуацию. Как-то обсудить. У Аристотеля мы не можем сказать, что сознание соотносится к предмете с собой. А у Гегеля можем это сказать. Гегель это и говорит, и мы это понимаем. Мы согласны. Но у Гегеля предмет не красный, разумеется. И не ночь, а предмет бытия. Даже феноменологии. Понятно, что ночь стала ночью по-аристотелевски. Иначе не может быть. Как-то она стала ночью. Но вот возникает другая ситуация, говорит Гегель. Когда он ночью, когда мы, сознавая форму, чувственную форму, именно как форму предмета, мы как бы вместо ночи получаем бытие. То есть получаем ситуацию, когда о предмете мы можем сказать только то, что он есть. Ничего подобного у Аристотеля нет. Хода к такому вот бытию у Аристотеля нет даже как бы вот и... Понарушку нет. Никак, случайно даже нет. У Гегеля этот ход есть. И действительно, если предмет бытие, то в таком предмете сознание соотносится с собой. Вот здесь мы действительно можем сказать, вспомнить Парменида. Что мысль и то, о чем мысль, одно и то же. Вот Аристотель никак мы не можем сказать. Мысль о круглом шаре, да. Мысль о круглом шаре. Но сказать, что мысль и то, о чем мысль, одно и то же, ну... На елке палки. Где здравый смысл? Где логическая совесть? С шаром, да. Но не с красным шаром. А Гегель делает этот ход, который, по-видимому, все-таки сделал Парменид. Ну, опять не будем спорить, что Парменид действительно имел в виду. Бог с ним. Гегель-то уж точно этот ход сделал. В предмете как бытии сознание соотносится с собой. И теперь, уже возвращаясь к Гегелю, интересно посмотреть, как у него это в феноменологии и логике. По-разному, но очень много похожего. То есть сама эта главная гегеревская интуиция, она остается. В феноменологии, когда мысль схватывает чувственную форму как форму предмета, естественно, чувственного предмета. Чувственная форма может быть только формой чувственного предмета. Шар может быть только формой красного. Мысль, когда она схватывает чувственную форму как форму предмета, тем самым даёт предмету, мысль разумеется, дает предмету, поскольку она схватывает чувство как форму чувственного предмета, то мысль тем самым даёт своему предмету значение бытия. И возникает ситуация, когда мы, собственно, ничего не можем сказать о предмете, это ночь он или не ночь, неважно. Конечно, он какой-то разночувственный, но мы сказать о нём можем только одно, что он есть. И это первое, действительно, для себя данное ситуацию опознать. Как оно было до философии? Ну да, тогда были ночь и дни, там, торжествовал. Ну, интенсионально торжествовало. Такая безответная. Вещи были конкретные, в общем, философии ещё не было. Но ситуация для себя, первое, что мы можем сказать, что о чувствительном предмете, что он есть. Но одновременно он и остаётся чувственным предметом. То есть в предмете мы имеем, по-видимому, некое торжество, сущность и существование. Ночь – это то, что есть. И дальше вся игра в гегель-феминологии построена вот на этом обстоятельстве. Что ночь – это то, что есть. А то, что есть – это ночь. Это не разлепить. Почему? Потому что форма взяла себя как форму. Потому что мысль взяла чувство как форму чувственного же предмета. И всё, срослось. Ночь и вытиеет. Поэтому чувственную перемену ночи на день мы уже не в состоянии осмыслить. Потому что ситуация для себя мы уже не в состоянии осмыслить. Для нас есть только ночь. То есть значение «есть» пришито к некой чувственной определённости, о которой, с другой стороны, мы ничего и сказать не можем, кроме того, что она есть. Если пришито, то больше нам нечего сказать. Значит, день – это то, чего нет. Поэтому не надо гегелю, мы касались этой темы в прошлый раз, не надо гегелю, видимо, приписывать тот смысл, что у него там есть уже и день, и ночь. Это не точно. Есть только ночь. А день – это то, чего нет. И чем мы находимся в ситуации для себя. В селософской ситуации. День – просто то, чего нет. Вот она как бы вот... Вот исходная ситуация. Поэтому ни о ночь нет, а есть просто некая чувственная определённость. Крашное – то, что есть, а синее – это то, чего нет. А в логике – так, в феноменологии. Если уже не вдаваться в более подробный анализ. Она мне не нужна. Сейчас более подробный анализ. А в логике различие между мыслью и чувством преодолено некоторым образом. Честно признаюсь, я говорил, в прошлый раз признавался, сладко признавался в своих грехах, но могу ещё раз признаться, что для этого надо синологию хорошенько прочитать. Чтобы понять, как ей преодолевает форму чувства. Приходится к чистой логике. Но если это различие преодолено, разумеется, в пользу мыслей. Потому что мысли с самого начала берёт чувство как форму. Чувственную форму как форму предмета. В логике, но при этом есть разница. Мысль берёт чувственную форму как форму чувственного предмета. А если в логике это различие между мыслью и чувством преодолено, то мы имеем ситуацию очень похожую на самом деле. Мысль сознаёт себя мыслью предмета, но уже не себя как чувственную форму, а просто как форму предмета. Различие между чувством и мыслью мы некоторым образом преодолели. Мысль как-то чувство преодолела. Уже не видит разницы между собой и чувством. И поэтому мы рассуждаем уже как бы так вот более чисто, более просто. Мысль сознаёт себя как форму предмета. И тем самым... В феноменологии тоже. Когда мысль сознавала чувство как форму чувственного предмета, то предмет получал значение бытия, значение простого есть, оставаясь ночью. Но ещё раз, никакая это не ночь, потому что всего остального, а всего остального просто нет. То есть всё, что мы можем сказать о ночи, только то, что оно есть. Она есть. Но это сказать мы можем. Больше ничего. В логике уже нет этой ночи. Но есть предмет как предмет. Что за разница? Разве был предмет как ночь, о которой мы знаем только то, что он есть. А теперь нам дан предмет как предмет, содержание как содержание. Оно уже не имеет никакого эмпирического вида. Поэтому в феноменологии Гигель говорит, что сознание отличает от себя нечто, чем оно в то же время соотносится. А в логике Гигель говорит, что сознание в предмете соотносится с собой. И уже нет в предмете ничего такое, что сознание бы отличало от себя. Сознание в предмете соотносится с собой. Но каким путём? Тем же самым путём, что и в феноменологии. Сознание сознаёт себя формой предмета, который уже не ночь, а некий вот такой предмет, лишённый эмпирического смысла. Предмет как предмет. В таком предмете действительно мысль и то, о чём мысль, одно и то же. Здесь окончательно преодолевается дуализм. В логике феноменологии он преодолевается отчасти, потому что ночь, а ночь можно сказать только то, что она есть. И тем самым, если мы больше ничего не можем сказать, то тем самым действительно дуализм уже почти преодолён. Или по крайней мере преодолён наполовину. То в логике он преодолён полностью. В предмете сознание соотносится с собой. Мне кажется, что в логике вообще нет никакого соотношения сознания с чьими предметами. Просто есть чистые движения, содержания. То есть то самое тождественное, что есть между мышлением и бытием, уже в виде просто, уже в неких чистых содержания движется. Не, можно рассказывать об этом, о том, что сознание соотносится к предметам самим собой. Можно так рассуждать, а можно просто рассматривать и чистые движения понять, чистых содержания. По-моему, Игорь Венештаг говорит, что логика – это чистая стихия мышления и всё это. А нету какого-то ещё такого предмета. Потому что тут полагание и снятие – это как бы какое-то дополнительное движение. Я не вижу разницы в вашем и в моём утверждении. Не, ну в смысле того, о чём мы говорим, наверное, нет. Но вот просто Гегель, по-моему, говорит о том, что Гегель говорит. Он считает, что логика – это чистая стихия мышления. Чувственная форма исчезла, и всё осталось в стихии чистого мышления. Ну, без полагания, а просто чистых движений, чистых смыслов. Без формы. Без формы, да. Без всего. Без полагания формы, без отождествления себя в предмете. Без различия предмета и формы. Все различия, которые в ферменологии есть, они сняты. И остались только чистые смыслы, мысли. Иде, и что, становление и так далее. Хотя, конечно, это не умаляет того, что можно рассуждать об этом как полагание. Полагание бытье и так далее. Полагание ничто. Может быть, так рассуждать. Ну, чистый смысл, полагаемое мышление. Да. Мышление как бы своей стихией просто. Вот у него есть и мышление представляется вот эта вот совокупность этих чистых смыслов. И она как бы, так сказать, пробегает их без этого, бесконечно пробегает все дорожки, да там. Какие ничто, становление не там. То есть, это и есть, собственно, мышление само по себе. Стихия мыслей. А что значит полагание? Полагание значит, что-то не было, его положили. А смысл мышления состоит в том, что все эти смыслы, как бы, они уже есть. Их полагать не надо. И мысли, как бы, сама смысл мыслей состоит в том, что все это различие присутствует. Какие-то смыслы, которые просто взаимосвязаны. Это смысл того, что такое мышление. Знаете, вот ваше рассуждение, по-моему, очень подходит всем, кроме Геггеля. Потому что, когда мы говорим о Кантию, там тоже, вроде бы, априори пространство. Вот это вот априори, оно как будто бы действительно существует. Уже существует, нам остается только, как бы... Применить его, да? Да, применить его и время, как бы, оно в самом сознании уже есть, и сознание даже, как будто, остается только с ним поработать. Так как сегодня, да, она обрасывается, например. Да. Я, конечно, понимаю, что это не так у Гегеля. У Гегеля, как бы, он изъял из того, что есть в мире, как бы, он чистоту изъял, и чистоте своей предъявил. И он же, как я сказал, претендует на то, что вот это вот мышление в своих смыслах связано, это и есть как бы абсолютное некое знание, там, Бог, Дух, как бы он называет. То есть он, как бы, изъял из эмпирического все, оставил своей чистоте. Хотя, естественно, оно не бывает, иначе как, и мы понять его не можем, иначе как, если мы обратно все туда применим его и посмотрим, как оно работает. То есть Гегель допускает чистоту формы, то есть у Гегеля есть некая чистота формы, которая вот в логике как бы и проявляется. Есть некая чистая форма, но она не одна, как бы, а такая разведленная. Это мое прочтение, как просто... Ну... Это я же не претендую, что там это так. Я тоже вот, я иногда претендую, но не сейчас, да, я обсуждаем, как бы, вот, построение Гегеля. Ну, я, по-прежнему, не вижу разницы существенной в том, что говорю я и о том, что говорите вы. Все равно начало-то какое-то начало, вот, бытие, да? Все равно же бытие, пусть оно там есть, ну, да, оно, как бы, наверное, есть. Вот. Но бытие – это не что иное, как полагание сознанием своего предмета. А достигает это полагание тем, что сознание сознает себя формой предмета. Но уже не чувственной формой, а формой предмета. И мне думается, что если начинаем мы все-таки с этого, что сознание сознает себя формой предмета, то эта форма не может не быть определенной формой. Может, даже все равно какое-то. Но это странно. Все равно какое-то, я тоже что-то зарапортовался. Просто слово «определенное» – оно адвесуется к пространственному определенности? Какое-то? Понятийное определенность? То есть, у нас есть какое-то определенное содержание? Нет, содержание неопределенное. Содержание же как бы вроде на стороне предмета? Хотя оно и тоже действенно, конечно, в содержании мысли, но… Я на одно хочу обратить внимание, на разное, но вот на что еще раз я хочу обратить внимание. Что, конечно, в предмете сознание соотносится с собой. Да, сознание полагает предмет. Но предмет, еще раз, как предмет, не как разный. Предмет как предмет. Только такого рода предмет сознание может соотноситься с собой. Такого рода предмет сознание может соотноситься с собой. И второе обстоятельство – это похоже на наше построение. Мы не будем сегодня, наверное, действительно, не будем сегодня переходить на личности, на Гегеля и меня. Но понятно, что у Гегеля единственное, если в Падмедитане не брать. Хотя, по-моему, брать. Ну, ладно. Вот у Гегеля предмет дан как предмет. Содержание дано как содержание. И лишь в такого рода предмете, в такого рода содержании сознание соотносится с собой. А такого рода предмете, а такого рода содержания, можно сказать, сознание полагает его. И преодолевает дуализм. Действительно, здесь в предмете сознание у себя. То есть это полностью мною положенный предмет. Ничего, чтобы было предпослано сознанию, здесь нет. Так а вроде ночь сменяется днем, это же как бы противоречит тому, что хочет сознание, что оно полагает. То есть как бы что-то такое внешнее есть. Это феноменология. А в логике этого нет. И с феноменологией, когда сознание у ночи может сказать только одно, что она есть, а что ночь не может сказать. Ночь есть тогда, когда рядом есть день. Но день то, чего нет. А ночь просто то, что есть. Какая же нафиг она ночь? Где видно, здесь что она ночь. И совсем другое, уже другое построение, чем, скажем, вот у Аристотеля. Берёна Кшагора. А там где-то ночь была от смешения, и вот она, так сказать, вот куда-то выползла. На поверхность. Из норы. Ничего этого не было. Сознание полагает ночь как бытие. Тем самым она ночь как ночь уже не сознаёт. Но для этой ситуации неизбежно, что явится день, потому что всё-таки это была работа с ночью, и придали значение просто быть. И день, правда, явится просто как то, чего нет. Возникает игра понятий, понимаете? Игра понятий. Плевать там на то, что день сменил ночь. Нам интересна игра понятий. Одно есть, а другого нет. Или наоборот. Если есть другое, то одного нет. Игра бытия и ничто нам интересна. Только это мы и осознаём. Но чтобы эта игра возникла, необходимо, чтобы день сменил ночь. А в логике этого не нужно. Логике, как вы правильно говорите, чистое движение понятий. Вот такая подсказка, как эмпирическая смена условий, нам не нужно. Бытие есть не бытие, не бытие есть бытие, и дальше там уже по мере наших сил. Насколько у Гегеля удаётся это движение, я говорю, мы сейчас этого не касаемся. Я по-прежнему не очень понимаю, насколько удачна эта вся диалектика. Бытие есть не бытие, не бытие есть бытие есть. Но сейчас это и не нужно. Важно понять первоначальную интуицию, которая в Гегеле, конечно, очень хороша. Бытие есть. Не ночь есть, как синоменология. Бытие есть. А не бытие нет. Но даже о бытии говорить сейчас не будем. Бытие есть. Здесь сознание в предмете сознатится собой. Здесь нет ничего, что было бы иное для сознания. И в то же время оно предмет. Нет иного. Вот мы играем с этими понятиями. Я пытаюсь что-то обдумать с помощью Гегеля в этой ситуации. Здесь никак не скажешь, что предмет иное. Но когда ночь – это то, что есть, тут есть и монетность, и некое иное. А в логике этого нет. Предмет просто то, что есть. Бытие есть. Хотя это именно предмет. То есть верно, что мысль и то, о чем мысль – одно и то же. Не в том смысле, что они вообще слиплись и не развлечить. Это просто надо пойти спать. Они все-таки, вот мысли то, о чем мысль, действительно, одно и то же в том смысле, что сознание полагает нечто. Что не является иным для него. У них ситуация полностью монетная, но все-таки мы различаем мысль и предмет. То есть различаем все-таки мысль и то, о чем мысль. Хотя то, о чем мысль, в этом сознание соотносится с собой полностью. Там ничего иного нет. От себя сознание ничего не отличает здесь. Только соотносится с собой. Но, тем не менее, есть мысль, есть то, о чем мысль. Это и называется, видимо, ситуацией монетной. То есть абсолютный идеоризм, какие, собственно говоря, себя и без лишней скромности определяют. Значит, еще раз скажу, что мне представляется, что в этом построении предполагается, то есть неизбежно, что форма является определенной формой. Нам это почему важно? Потому что у нас форма не является определенной формой. Мы о фоне действительно говорим просто, что она есть, а предмет становится. Ну и предмет тоже определенный предмет. Форма определенной формой, и предмет определенный предмет. Да. Он определенный, но его определенность заключается в его бытии. Его определенность заключается в его бытии. Он определенный. Не так, чтобы о нем сказать нечего было. Он определенный, но определенный заключается в его бытии. Ну вот, что такое определённость формы, вы можете мне сказать, что если определённая, то какая-то. Не, я думаю, что… Немножко странно слышать, что она квадратная, или круглая. Не, я думал, что определённый космос, что она ночь, либо день, там, неважно, что-то. Хотя об этом сказать ещё нельзя, но он такой. То есть предметы – это определённый предмет, например, ночь, как пример, да? А не только потому что бытие, но для сознания он является бытием, то есть сознание делает определённый предмет, например, ночь бытие, полагает ночь бытие. Да, это феноменология. Да. А логики там, да, а логики там не так, да? Там не так. Там предметы монете. Феноменология – он отчасти монете, отчасти трансцендентен, а в логике он – чистые монеты. Определённость формы тогда здесь должна состоять в том, что она – ничто. Потому что если она свой предмет положает как бытие, то она сама для себя, как понятие этого бытия, она, разумеется, пуста. То есть есть ничто. Да. То есть есть ничто. Наши у нас отливают, почистая. Да. Это, конечно, было бы смешно, когда я слышал, что это шар. Вот. Но, тем не менее, вроде как не может не быть определённым. Но, может быть, всё так. Определённое – всё. Но форма как бы не может быть не определённой. У нас она не определённая. Она просто есть. А у Гегеля, если форма с самого начала ещё раз в какой-то раз уже знает себя как форму предмета, то вроде как она не может не быть определённой формой. В общем, где-то здесь вот… Просто это началом логики работал всю неделю, но, как видите, не то, что очень много наработал. Вот. Ну, а вот… Давайте… Ну, я вот собирался тоже почитать. Что-то у тебя не нашли. Так, а вот… Ну, пусть нет… Хочу сказать, что… Можете не читать, но, конечно… Ха-ха-ха-ха-ха. Двушмысленный занят. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Почитайте-почитайте тоже. Двушмысленный. Ха-ха-ха. Ладно, всё на сегодня. Почитайте. Почитайте.